Добрый день, друзья! Меня зовут Амир Уайтман, я президент клуба молодых бизнесменов. И у нас в гостях Исхак Пентасевич. Исхак, здравствуй! Привет, Амир! У меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста, какие качества, характеры стоит в себе развивать, чтобы добиться успеха? И как их развивать? Все зависит от того, от твоей изначальной точки. То есть, например, есть люди очень наглые, так им надо развивать скромность. Есть люди, наоборот, слишком скромные, им надо развивать наглость. То есть, все зависит от, как сказал Лев Толстой, что все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастливы по-разному. То же самое в бизнесе. Если мы говорим сейчас про молодых бизнесменов, то есть, например, человек хочет быть владельцем бизнеса, ему надо развивать в себе одни качества. Другой человек, он хочет быть топ-менеджером в бизнесе у какого-то владельца, ему надо другие качества. То есть, успех — это понятие тоже растяжимое. Я считаю, что есть три главных навыка, которые необходимы всем. Первый навык — это навык обучаться. Это каждый должен научиться обучаться, потому что если ты не будешь обучаться, ты будешь все время на одной и той же точке находиться. Второй навык — это навык ставить цели и планировать. Я называю это навыки управления жизнью. То есть, человек обязан просто управлять своей жизнью, иначе им будут управлять случайности, другие люди и так далее. Нужно уметь ставить цели, планировать и дисциплинированно выполнять свои же планы. И третий навык называется коммуникация. Не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. То есть, человек должен уметь общаться с людьми, потому что все в жизни человека зависит от людей. Если даже у меня есть цели, я хорошо обучаюсь, но я не умею общаться с людьми, человек с самым большим, самым высоким IQ в мире, неудачник. Почему он не умеет общаться с людьми, и люди не хотят ему помогать. Поэтому три навыка нужны всем. Первое — обучение. Второе — управление жизнью. Третий навык — коммуникация. Отлично, супер. Всегда быть в хорошем настроении. Возможно ли это? Как? И стоит ли себя заставлять быть в отличном расположении духа через «не могу»? Опять же, это следствие первого вопроса. Естественно, что для человека выгодно быть все время радостным. То есть, если он радостный, ему хорошо. Если он не радостный, ему плохо. Теперь, как быть радостным? Есть... Для этого тоже надо учиться. Например, радостным может быть только человек, который понимает, что даже неприятности к лучшему. То есть, все от Бога, Бог за нем заботится. И такой человек может быть всегда радостным. Если он даже совершил какую-то ошибку, он радуется, что Бог ему показал на эту ошибку, что он может ее исправить. И можно быть все время радостным, но это великое искусство. Это, можно сказать, четвертый самый большой навык. И тот, кто умеет быть всегда радостным, ему ничего не надо. Он самый счастливый человек на свете. Ему могут завидовать миллиардеры, ему все будут завидовать. Потому что если человек все время кайфует, ему хорошо так... Одному для этого надо миллиард долларов всю жизнь пахать, а этот сидит себе и кайфует себе в кафе, что пьет кофе. Ну, понятное дело, что если он нормальный человек, то быть радостным – это самое большое искусство. Отлично. Сложности на пути – это признак того, что это не ваш путь, ибо это хороший знак, и вы растете, преодолевая их. Я думаю, что сложности на пути – это хороший знак. То есть, если ты любишь, если у тебя есть мечта, если это дело, которым ты... Ну, вот реально тебя прет от процесса, то сложности на пути помогают тебе учиться. И не надо их воспринимать как «вот, типа, это не мое». Нет, твое это или не твое зависит только от твоего желания. А сложности – это неизбежное, абсолютно неизбежное следствие и сопутствующая вещь в любом достижении, обязательно. У всех великих людей, вот посмотри, и он оборачивается назад, 90% пути были сложности. Скажи, а как не потерять веру в успех? Как читать истории великих людей, читать их отношения, когда Дональд Трамп 30 лет не мог там купить участок земли, и он не отказывался, и не говорил, что это не мое, а 30 лет боролся. Когда Стив Джобс, например, его выгнали из компании, а он не опустил руки, купил новую, и так далее. То есть, когда ты читаешь о трудностях, которые преодолели успешные люди, ты понимаешь, что без этого нет успеха. И тогда тебе легче преодолевать свои трудности. Скажи, а вот что мешает действовать здесь и сейчас? Почему люди всегда все откладывают и убегают от своей мечты? Две вещи. Одни люди слишком убегают вперед, они слишком мечтают и забывают действовать. Другие люди слишком боятся, и они тоже забывают действовать. То есть, нужна золотая середина. В жизни идеальный подход — это золотая середина. Когда ты в рациональном состоянии... Вначале ты мечтаешь, находишь мечту, потом ты в рациональном состоянии планируешь план, потом ты начинаешь по этому плану идти. Ну, то есть, жизнь — это очень, как сказать, очень структурированная вещь. И к ней нужно подходить системно. И еще раз, давай вот уточни вопрос. Что мешает действовать здесь и сейчас? И почему люди всегда все откладывают и убегают от своей мечты? Потому что любое действие, особенно новое действие, особенно если это действие рутинное, оно дискомфортное. И люди говорят, вот я хочу, у меня есть мечта. Ему говорят, ну, надо для этого работать 10 тысяч часов рутинной дельностью. Не, я не готов работать. Мне вот если бы все время там праздник... Нет, работа — это не праздник. Работа — это ты становишься рабом или для своей мечты, или рабом для кого-то. То есть, у тебя есть два типа рабства. Если у тебя нет мечты, и ты не работаешь для реализации своей мечты, тогда ты будешь всю жизнь работать на кого-то. Если ты себя как бы посвящаешь, что вот моя цель, вот моя мечта, я там... Я помню, когда я начинал свой путь, у меня не было денег вообще, у меня была семья, там, дети. И у меня все время была... Или я буду работать ради краткосрочной перспективы, и я заработаю на сегодня больше, или я буду там 50% времени посвящать развитию себя. А я выбирал второй путь, и мне первые там пять лет было очень тяжело, зато уже следующие пять лет, последние пять лет я собираю урожай, у меня там крупнейшая компания, 500 тысяч подписчиков. Но чтобы стало 500 тысяч подписчиков, я помню, как я сидел в Твиттере, и сам лично, значит, для того, чтобы в Твиттере были подписчики, нужно было подписываться на других людей, и потом те, кто подписывались на тебя, ты их оставлял, а ты остальных отписывался. И я месяцами сидел, подписывался в этом Твиттере, а потом Твиттер закрыл, потому что мне Твиттер не работал. То есть у меня мне Твиттер не подошел. И получилось, что, казалось бы, это был труд впустую. И когда ты работаешь, у тебя очень много тупиковых каких-то веток, ты делаешь, 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 там не сработало, здесь не сработало. То есть ты продолжаешь действовать, учиться, действовать, учиться, у тебя обязательно сработает. А что в людях порождает неуверенность в себе, и как ее искоренить? Способ мышления — это привычка. То есть неуверенность в себе — это способ смотреть на себя. Вот там, у меня какие-то есть недостатки, а может не получиться. То есть когда человек думает о себе, что в нем что-то не так, и у него нет, вот говорят, есть такая фраза, что возлюби ближнего, как себя. Так там суть этого, что надо вначале себя любить. И вот большинство людей, они с детства к себе в претензии, вот с тобой не так, ты неудачник, и они в это начинают верить. И они дальше всю жизнь так и думают про себя, что в них какой-то недостаток. А вот дальше будет, и они не доверяют Богу, потому что они не думают, что Бог им завтра сделает что-то хорошее. И они живут вот в таком неуверенности, это он не верит в себя и не верит в то, что ему там Бог или будущее готовит что-то хорошее. И тогда у людей есть вот эта неуверенность. Есть другие люди, которые, они любят себя, у них есть вот эта уверенность. И с ними случаются разные неприятности, но они говорят, ну это все к лучшему, это все для меня, это все там, и они выруливают каким-то образом. Скажи, а как генерировать в себе энергию и не впадать в ленивое состояние? Тренироваться, каждый день тренироваться, хочешь ты, не хочешь. Я до сих пор очень не люблю холодную воду, но я каждый день обливаюсь холодной водой. То есть я понимаю, что я могу не облиться холодной водой с утра, и тогда мне будет, на секундочку, мне будет приятнее. Но я потом, если я это не буду делать там неделю или месяц, то потом я могу заболеть простудиться, неделю проваляться, пропустить тренинг там, ну и так далее, или там больным выступать, что еще хуже, да? Я думаю, нет, лучше я каждый день буду по чуть-чуть терпеть, но зато в итоге у меня будет там хороший иммунитет с Божьей помощью. Но большинство людей, они выбирают близкую, короткое удовольствие и жертвуют ради этого длинным удовольствием. То есть они выбирают, сейчас есть пирожное, но зато они набирают лишних 10 килограммов, а потом год мучаются, да? Большинство людей не понимают, что лучше сейчас чуть-чуть потерпеть, но иметь долгое удовольствие, чем сейчас там не потерпеть, но потерять долгое удовольствие. Скажи, а какая мотивация является самодейственной и долгосрочной? Как ей правильно пользоваться? Какая мотивация самодейственная? Долгосрочная. Это правильные привычки, то есть самая, как бы человек не может себя ломать. И очень важно, очень умно подойти к тому, чтобы выстроить свою жизнь, свои ритуалы, свои навыки. То есть идеальная мотивация, это когда тебе не надо себя ломать, когда у тебя вот идет и идет, и ты выстроил себе, пока ты выстраиваешь себе рельсы вот этих автоматических навыков, тебе тяжело. Но когда ты себе выстроил правильную жизнь, проснулся, потренировался, помолился, поучился, поработал, попил там здоровую еду какую-нибудь, потренировался, поучился, поработал, если ты себе выстроил нормальную жизнь, надоело, значит, пятницу набухался. Ну, образ, да? Я не считаю, что это правильно, пятница набухаться. Но человек должен выстроить себе жизнь, и дальше ему не нужна мотивация. Если он, как бы нельзя все время себя заставлять, это неприятно. Надо правильно выстроить свою жизнь. Для того, чтобы правильно выстроить свою жизнь, надо учиться, надо какое-то время поработать, выстроить и дальше жить уже. Скажи, а вот есть эффективный алгоритм постановки и реализации цели? Вот какой он? Ну, слушай, это я на эту тему, каждый твой вопрос написал книгу, чтобы написать книгу, я год учился. Теперь такой, что я делаю, что я делаю. Ну, уже знаешь, что-то самое-самое, вот прям вот принцип от Исака Пентасевича, вот прям вот раз, два, три. Купить книгу, став цели, это целая книга, как ставить цель, это не выдержку какую-то. Тогда став любую цель. А какая все-то? Я считаю, по моей системе, у меня есть последняя моя книга по личной эффективности, это самая крутая книга, называется «Сделай твой первый шаг». Значит, в этой книге я прямо вот, весь мой десятилетний опыт, личной эффективности, мотивации и так далее, все есть в этой книге. Как управлять эмоциями. И она начинается с того, как ставить цели. Я советую людям поставить очень простые и понятные цели, в которых ты не сомневаешься, они должны быть маленькие, и приучить себя каждый день делать по пять действий для достижения этих целей. Достиг, ставишь новый, достиг, ставишь новый. Когда ты разогнался, когда ты, в принципе, встроил в себя вот этот вот навык, что я действую целенаправленно, я сам ставлю себе цели, и сам о них помню, сам для них действую. Когда ты в себе выработал этот навык, потом в последней, четвертой части книги, там есть, как найти свою миссию, призвание, написать свой манифест, тогда ты уже уверен в себе, ты научился действовать целеустремленно, целенаправленно. И дальше ты можешь себе поставить там вот любую цель абсолютно, тогда ты уже ставишь себе огромную, какую-то долгосрочную цель, чтобы уже ее не менять, и начинаешь в ней шарашить. А на первом этапе, в первой главе, я советую поставить в каждой сфере жизни маленькую, простую цель, чтобы ты в ней не сомневался, чтобы у тебя не было времени подумать, хочу ли я это на самом деле. Просто ставишь цель месяц отжиматься по пять раз. Ну, так, к примеру. Да. Все, тебе не надо сомневаться, а может это не мое. Поставь цель и научись к ней идти, не отвлекаясь, не меняя цель. Просто делаешь, не думай, начинаешь думать, начинаешь сомневаться в цели. Поэтому вначале, на первом этапе, я советую всем людям, вот большинство людей годами думают, моя эта цель, не моя, как поставить цель. Никак. Научи себя, мозгу нужна цель. Значит, я ставлю цель, записал ее, и месяц я иду вот к этой цели. Неважно. То есть, ты ее когда ставишь, ты должен точно быть уверен, что она тебе нужна. Поэтому нужны простые, на первом этапе, простые, понятные цели. Там, поднять заработок на 20% в месяц, или, там, купить себе айфон, не знаю, любые. А ставить такие цели, хочу вот, вот я сейчас зарабатываю в месяц тысячу долларов, вот хочу 20 тысяч долларов. Это потом, это называется видение, я стремлюсь к этому. Цель это что-то совершенно конкретное, ограниченное во времени, конкретное, понятно, это цель. Если я хочу зарабатывать 20 тысяч, хочу зарабатывать миллион, миллиард, это уже видение какое-то, это уже маяк такой, да, это больше нужно для мотивации, а не для достижения. То есть, если у меня есть драйв, все равно путь к большой цели лежит через достижение маленький. А почему, кстати, вот такие иногда нереалистичные цели? Нужно, нужно. Хочу, чтобы миллион долларов, вот зарабатываю сейчас тысячу долларов, хочу миллион долларов, там, вот через два года. Обязательно нужно, я считаю, но это видение, это называется не цель. А потом, вот я ставлю миллион долларов, а не добиваюсь, все разрушается, я начинаю входить в какое-то состояние. Еще раз, есть цель, которая короткая, вот ее надо достигать, она должна быть простая, понятная достижимая. Это цель, там, поднять на 20%, ну, то есть, она должна быть конкретная, небольшая и понятная. Есть видение, там, 5-7 лет, оно должно быть большое, мотивирующее, которое ты, это не цель. Цель это, чтобы достигнуть, видение это, чтобы хотеть, видение это нужно для мотивации. То есть, когда ты ставишь миллион долларов, думаешь о нем, размышляешь, учишься, это как ты тянешься, и по ходу к этому миллиону растут твои заработки, твой уровень, твоего, ну, понимания, развития и так далее. Потому что, если у тебя нет этого видения, ты все время думаешь только о тысяче долларов. Нет. Ты думаешь, как заработать миллион, учишься на миллион, а уже сколько ты зарабатываешь, сколько Бог даст, столько зарабатываешь. То есть, но видение, оно нужно не для того, чтобы его достигать, поэтому видение должно быть завышенное. Миссия вообще это нереалистичное, изменить мир, помочь людям, там, это что-то просто, что тебя драйвит на духовном плане. Видение это то, что, как маяк, тебя тянет мотивационно и создает внутри желание, а цель это конкретика, то, ради чего ты должен работать каждый день, делая каждый день по 3-5 действий, замеряя свой успех, достигая там промежуточные результаты. Но цели должны быть простые, понятные, реалистичные. А как увеличить свою мощность, продуктивность? Вот может быть, каких-то 5 советов, вот там прямо четких? Два совета. Это каждый день читать, каждый день читать мотивационную, не мотивационную, а специальную литературу по моей системе сверхобучения 3П. То есть, в месяц нужно прочитывать минимум одну, лучше 2 книги. Если ты читаешь по 20 минут в день, ты за месяц заканчиваешь 2 книги. 20 минут в день всего есть у каждого. Но ты их читаешь, ты получаешь новую информацию, ты начинаешь ее применять, ты начинаешь ее рассказывать, чтобы она встроилась в мышление. И у тебя за месяц, ты там закончишь 2 книги. Вот, например, ты берешь тему развития бизнес-клуба, ты должен прочитать первая книга ТЭД, человек, который создал ТЭД. Ты читал эту книгу? Нет. Ну как же? Вот он создал ТЭД, огромное, миллиарды просмотров. Да, да, да. Это потом ты должен прочитать книгу про клуб, что еще есть такое про клуб. Ну, например, Андрей Парабелло, как организовать и продавать тренинги и семинары. Читал? Нет. Ну, вот, зато у меня это идет. Все равно у меня это идет. У тебя огромный запас, правильно. Я прочитаю сейчас он миллионером. Ты станешь, ты прочитаешь 2 книги, твое понимание вырастет на 200%. Была бы проблема, если бы ты сказал мне, я читал это, я читал это, я читал это. Да, это была бы проблема. Тут я знаю, что у тебя есть огромнейший ресурс в знаниях. И я уверен, что из этих 2 книг ты возьмешь, например, ну, это эти 2 книги помогут тебе удвоить, там, например, в твой бизнес. Практически гарантированно. И как еще хочу? Какие еще книги? Вот, нет, пока есть вот эти 2 прочитаю. А потом мне еще расскажешь. Потом из этих 2 книг ты книгу, когда ты изучаешь, не просто читаешь, а вот читаешь это 20 минут, что я понял, записываешь. Мы вот сделали с директором самой крупной бизнес-школы России Синерди, Григорий Аветов, мы с ним выпустили специальный блокнот для чтения, где ты читаешь, дальше ты записываешь, что я понял, что я планирую сделать, с тем я поделюсь, и свои результаты, ну, что у тебя из этого вышло. Когда ты таким образом прорабатываешь эти 2 книги, каждый автор, Андрей Парабеллум, упоминает еще примерно 5 книг, которые он изучал, пока рекомендует и так далее. Книга ТЭД, там тоже он упоминает, у тебя будет миллион идей, что можно сделать. Причем он начинал с точки, когда он стал директором ТЭД, то уже этот формат, тогда это было еще до интернета, то есть уже на следующий год не хотели проводить эту конференцию, и он был молодой парень, и вот он, как он ее сумел все-таки поднять до совершенно невероятных размеров. Ну и так далее. В общем, чтение и ежедневная тренировка спорт, она показывает, что ты умеешь работать, заставлять себя, у тебя есть избыток энергии. Вот две вещи, которые я рекомендую всем. 30 минут в день заниматься спортом и 30 минут в день читать профессиональную литературу по своей теме, изучать ее, и она даст тебе огромное количество новых ресурсов, знаний, рычагов для развития в твоем бизнесе. Вот Искак, скажи, пожалуйста, вот ты много изучаешь тему успешности, вот почему существуют люди, которые добиваются достаточно легко успеха в бизнесе. Нет таких, кто добиваются легко. А есть, кто пытается, пытаются, у них не получается, и они думают, ну, значит, не мое. Это иллюзия, причем разница между вот успешным человеком и человеком, который не достигает высоких результатов. Это иллюзия, что есть люди, которые достигают больших результатов без труда. Нет, невозможно. Есть книга «Генни и аутсайдеры», я советую всем прочитать, Малькольм Гладуэлл, «Исследование генни и аутсайдера», он прямо вот на этой теме уже собаку съел, чем отличаются одни от других. И он привел конкретное доказательство. У всех успешных людей есть 10 тысяч часов практической деятельности по той сфере, в которой они добились успеха. Минимум. Тот же Билл Дейтс, который, когда он открыл Майкрософт, он уже к тому времени программировал, он там в школу пропускал, он институт бросил, он сидел и программировал, работал как папа Карло. Понимаешь? Тот же Стив Джобс, он работал как папа Карло день и ночь. Нет людей, которые добиваются успехов. Это Дональд Трамп. Он работает без отпусков и без выходных всю жизнь. То есть он говорит, моя жизнь – это моя работа. Все. Я люблю свою работу. И другое дело, что есть люди, которые, ну, большинство людей, которые добились успеха, все люди работали много. И из них, ну, я думаю, что все любили свою работу. А те люди, которые рассказывают, вот я работаю, у меня ничего не получилось, чаще всего врут. Ничего они не работали, они не учились, они делали какие-то несколько усилий, а потом мы сидели и рассказывали, что все фигня, ничего не работает, и счастья нету, и вообще все фигня. Почитая книги людей, которые реально добились успеха, они тебе все расскажут. Я работал, я учился, я смотрел, как достигают успеха другие. То есть все счастливые семьи, все счастливые бизнесмены счастливы одинаково. У них есть схемы, они учились, тот же Стив Джобс учился, он ездил там к генеральному директору Интела, ну, там люди, которые были в его поколении старше, чем он. Он полностью изучил этого самого, Генри Форда, он полностью изучил этот самый, который лампочку изобрел и Дженерал Электрик основал. Эдисон, Эдисон, то есть он для него был, Эдисон для него был моделью, потому что Эдисон был гениальный изобретатель, который сумел создать очень огромный, богатый бизнес. И потом он изучался, ну, то есть я когда-то, простив от Джобса, много информации, он учился, он ездил в Индию, искал себе гуру духовных, он, ну, и так далее. Он всю жизнь развивался, работал над собой, день и ночь пахал и надрывал себе здоровье, будучи Сео, генеральным директором двух огромных компаний, и он летал между Пиксаром и Next, Next у него не получилось и так далее. То есть все прошли тяжелейший путь. Исхак, в завершении нашего разговора, вот есть посыл нашим зрителям, твоя любимая фраза «Действуй, я знаю, ты можешь». Да. Вот твой постоянный посыл, ты всегда об этом говоришь. То есть ты уверен в том, что любой человек может в любой ситуации достигнуть высоких результатов. Правильно я понимаю? Вот ты можешь какой-то вот такой прямой посыл, вот что человек должен сделать сейчас, вот он досмотрел нас, выключил, вот какие действия он должен предпринять, чтобы не было такого, ну посмотрел, Амир с Исхаком классно поговорили, они молодцы, вот они могут, вот пусть они делают, а я пойду там кино посмотрю. Вот какие действия сейчас должен этот человек сделать, который на нас смотрит? Первым делом это встать или поприседать, поотжиматься, попрыгать, подышать, то есть позаниматься своим телом прямо сейчас. Это же реально, это же нужно прямо сейчас показать себе, что мы все-таки делаем, а не занимаемся только бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И второе это записать три главных мысли, которые ты понял, вот важные для тебя мысли, три главных мысли записать, запланировать себе, что я могу сделать, чтобы эти мысли применить и кому-то рассказать. Напиши в фейсбуке, в ютюбе, то есть начни уже транслировать те мысли, которые тебе понравились, чтобы они у тебя закрепились, начни их передавать. То есть когда ты нашел какую-то сильную мысль, ты начинаешь людям говорить, вот ты, если ты хочешь действовать и верить в себя, так скажи всем окружающим вокруг себя, действуй, я знаю, ты можешь. И когда ты всем скажешь, действуй, я знаю, ты можешь, ты поймешь, что действуй, я знаю, ты можешь, ты реально можешь. Я хочу добавить к этому, что перед тем, действует надо учиться то есть обязательно надо еще и учиться если человек он активно идет не в том направлении то он естественно далеко уйдет поэтому нужно идти по проверенным схемам есть проверенные проверенные эксперты тренера я один из них радислав гандапас игорь ман но есть уже проверенные стивен кови джек кэнфилд тони роббинс и так далее есть люди которые уже годами десятками сотнями тысяч учеников доказали что их система работает возьми любую систему и просто делай все вот учись делай действует я знаю а в завершении разговора я благодарен из как тебе большое спасибо как будет исхак действует ты можешь я знаю спасибо спасибо 6 как спасибо мир